Итак, ребят, как вывести изображение с планшета Xiaomi, в данном случае у меня Xiaomi Mi Pad 5, на телевизор. Смарт ТВ, любой смарт ТВ, а у всех смарт ТВ в основе лежит Android TV. Короче, итак, друзья, что для этого делаем? Просто правую шторку отодвигаем, увеличиваем, и здесь вот ищем такой параметр, как трансляция. Вот он, трансляция. Выбираем трансляцию, после чего, смотрите, приложение требует доступ к данным о вашем местоположении, поиск внешних мониторов. Ну, короче, заходим в настройки, нажимаем, и тогда давайте вот здесь разрешение, и давайте, смотрите, местоположение, ну, давайте разрешить при использовании приложения. Соответственно, возвращаемся назад, назад, ну, давайте сейчас проверим, еще, может быть, какие-то разрешения нужны, либо уже может работать. Значит, опять то же самое, нажимаем на трансляцию, осталось менее 20 заряд батареи, разряжено, подключите, ну, это понятно. Так, и, и он что, не будет транслировать из-за батареи? Так, ладно, разрешите в любом режиме, разрешаем в любом режиме. И, смотрите, что происходит, происходит поиск, смотрите, нашелся наш телевизор, выбираем наш телевизор, окей, да, выбираем наш телевизор, а телевизор сейчас, так как подсоединен к одной сети, видите, спрашивает разрешение. Мы соглашаемся, и теперь, смотрите, вывод изображения происходит прямо в реальном времени с планшета, вот так вот здесь вот у нас в левом верхнем углу, видите, можно свернуть и так далее. Вот здесь еще раз нажимаем, свернуть окно, трансляция с выключенным экраном, ну, и так далее. Можем вот так вот, смотрите, перевернуть, и теперь у нас, смотрите, планшет, экран, и так как планшет, вот смотрите, видите, все вот так вот происходит. Давайте теперь запущу какую-нибудь игрушку, вот Real Racing 3, и так как планшет у нас, в общем-то, быстрый, и все должно быть очень круто, друзья. И, что я забыл сказать, то, что планшет достаточно мощный, и, блин, круто на нем, вот реально, прямо вот так на нем сейчас буду рулить. Это даже круто, буду держать просто как руль планшет, а смотреть буду на телевизор, он 49 дюймов, хоть и на видео кажется маленьким, но на самом деле... Так, давайте посмотрим, как звук. Так, ну, звук не особо громкий, надо заметить. Ну и погнали. Так, как же тут гонять-то? Так. Ну и погнали. Ну и управление у меня здесь будет вот такое, я уже повторяю второй раз. Во, видите? Ох, на телевизоре это выглядит круто, ребята. Так, тормоз это... На экран нажимаю. И задержка совсем небольшая, я просто удивлен, насколько задержка не огромная. Вообще супер. Ау! Так, задний ход, все, я догадался. Вообще супер. Просто мега круто, ребят. Конечно, на экране не видно, что экран большой, но 49 дюймов это просто ощущается по-другому, чем планшет. Прямо, ну, очень круто. Прямо, ну, очень. Так же классно будет смотреть ролики. Вот, смотрите, управление у нас, да, ВКонтакте и так далее. Заходим в какую-нибудь папочку. Так, далее, далее, далее. Ну, вообще, как будто просто... Ну, короче, очень круто. Так, ютубчик давайте запустим. Единственный, конечно, минус, это вот эти вот полоски по краям. Ну, ладно, друзья, даже к этому можно привыкнуть. Запустим какой-нибудь ролик. И все отлично работает. Смотрите, нажимаю быстренько, быстро-быстро перематываю, быстро. Ну, короче, друзья, насколько же они хорошо продумали вот эту вот штуку, когда все работает. Как же быстро! Нет ни единого разрыва, друзья. Все просто срабатывает феноменально быстро и очень-очень круто. Я просто в шоке, как отточили эту технологию. Потому что действительно смотреть на телевизоре намного круче, чем на планшете. Добавил, глаза отдыхают, когда смотрите вдаль. Вот. И вот насколько быстро отображается. Просто в шоке. Насколько быстро это что-то. Так же, друзья, пользуйтесь. Надеюсь, вам видео было полезным. Кстати, вот у меня есть еще один канал на английском. Help me to help you. Там сколько уже? 6600 просмотров на всем канале. Вот. Так же, друзья, вот такой вот канал у меня. Я последний раз две недели назад вывесил там что-то. Так же, друзья, вот так вот. Надеюсь, вам видео было полезным. Значит, ссылок тут не надо никаких в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok